Что это саинство и как и почему это работает? Добро пожаловать в Гарвард на курс «Справедливость» с Майклом Сэндалом. Моральная сторона убийства. Это курс о справедливости, и я начну с задачи. Представьте, что вы ведете вагонетку, она несется со скоростью 95 км в час. И вдруг вы замечаете, что на пути работают пять человек. Вы пытаетесь остановиться, но нет, тормоза отказали. Вы в отчаянии, потому что знаете, что вагонетка собьет насмерть всех, пятерых рабочих. Предположим, вы в этом уверены. Вы не знаете, что делать. Но вдруг замечаете съезд на соседний путь, направо. Там трудится только один рабочий, а не пятеро. Руль вас не подводит, а значит, можно при желании повернуть. И тогда вагонетка собьет одного человека, а не пятерых. Мой первый вопрос. Как правильно поступить? Что бы вы сделали? Проведем опрос. Кто из вас свернул бы на соседний, правый путь? Поднимите руки. А кто бы не стал, кто поехал бы по тому же пути? Не торопитесь опускать руки, кто не повернет. Вас совсем немного. Большинство свернули бы. Сейчас самое время выяснить, почему, на ваш взгляд, правильно было бы поступить так, а не иначе. Давайте начнем с большинства. С тех из вас, кто повернет. Почему вы так решили? По каким причинам? Кто хотел бы высказаться? Кто хотел бы объясниться? Встаньте. Пожалуйста, прошу. Нельзя допускать пять человеческих жертв, когда можно обойтись одной. Не стоит убивать пятерых, когда можно убить всего одного. Отлично. Хорошее объяснение. Еще кто-то? Всех устраивает эта причина? Ну так? Давайте. Мне показалось, что эта ситуация похожа на тот случай 11 сентября. Пилот направил падающий самолет на поле в Пенсильвании, его считают героем. Он выбрал смерть пассажиров, зато спас людей в огромных зданиях. Можно сказать, тут у нас принцип такой же. Ситуация в любом случае трагическая, но лучше одна смерть, чем пять. Остальные подняли руку по тем же причинам, правильно я понимаю? Да? Тогда давайте послушаем мнение меньшинства. Почему нельзя свернуть? Да? Мне кажется, примерно такими же суждениями оправдывают геноцид и тоталитаризм. Чтобы спасти одну расу, почему бы не истребить другие? И что же делать в такой ситуации? Вы бы передавили целых пять рабочих, чтобы избежать всех ужасов геноцида? Вероятно, да. Хорошо. Да. Кто еще? Это смелое мнение, спасибо. Давайте тогда изменим задачу про вагонетку и посмотрим, сохраните ли вы свое мнение о том, что лучше убить одного, если это спасет пятерых. Представьте, вы теперь не за рулем вагонетки, а просто зевака. Вы смотрите на рельсы с моста, внизу по путям едет вагонетка. Впереди пятеро рабочих, тормоза не работают. Скоро она собьет их, и пять человек погибнут. Водитель, не вы. От вас ничего не зависит. Но тут вы замечаете, что рядом с вами, перегнувшись через перила, стоит толстяк. Если вы ему немного поможете, он упадет вниз и приземлится прямо на пути злополучной вагонетки. Он погибнет, но рабочие выживут. Итак, кто из вас решил бы столкнуть толстяка с моста? Поднимите руки. А кто не стал бы? Вас большинство. Возникает вопрос, что же случилось с принципом, согласно которому, одна жертва лучше, чем пятеро погибших? Ведь большинство из вас одобрило именно такой подход. Мне бы хотелось послушать тех, кто оба раза оказался в большинстве. Что для вас изменилось во втором случае? Вы? Мне кажется, во втором случае придется предпринимать конкретные действия и толкать на пути человека, который вообще никак не связан с этой ситуацией, а потому решать за него, будет ли он как-то участвовать в событиях или нет, при том, что он никак к ним не относится. Это несколько более активное вмешательство, чем когда задействовано три стороны, водитель, рабочий и пятеро рабочих, которые уже на путях. Но ведь рабочий на втором пути тоже не решал. Что, готов пожертвовать своей жизнью, как и толстяк? Разве нет? Верно, но он стоит на рельсах и как бы... А толстяк на мосту. Не пугайтесь, можете мне ответить. Итак, вопрос непростой. Вы молодец, неплохо справились, это сложно. Кто еще может как-то примирить различные реакции большинства в этих ситуациях? Вы? Мне кажется, в первом случае, когда вы выбираете между одним рабочим и пятью, ситуация такова, что вагонетка в любом случае кого-то из них задавит, и никакого прямого воздействия от вас не потребуется. Вагонетка едет по рельсам, и вам приходится за какие-то доли секунды делать выбор. А вот столкнуть человека вниз, значит непосредственно решиться и самому совершить убийство. В то время как над вагонеткой у вас такого контроля нет. Так что ситуации все же разные. Спасибо. Кто хочет ответить? В смысле, у кого есть возражения? Ответ хороший, но может вам есть что сказать? Мне кажется, это не лучшее объяснение, потому что в обоих случаях придется решать, кто умрет. Свернуть, значит, сознательно решить убить одного рабочего. Вы решили повернуть. Столкнуть толстяка такое же сознательное решение. В любом случае, это ваш выбор. Хотите высказаться? Не совсем уверен, что это так. Мне все-таки кажется, что если вы решаете сами столкнуть человека с моста на рельсы, вы своими руками совершаете убийство. Толкаете своими руками? Да, и это то же самое, что повернуть руль вагонетке, которая все равно убьет. Хотя, знаете, странно звучит. Если подумать. Хорошо, как вас зовут? Эндрю. Эндрю, а позвольте спросить вот о чем. Да. Что если... Вы стоите на мосту, рядом с вами этот толстяк, но толкать его самому вам не надо. Рядом некий люк, который открывается, если повернуть руль. Вы бы повернули? По какой-то причине это кажется даже еще хуже. Ага. В смысле, может он сам повернется, если на него облокотиться. Или, скажем, вагонетка заденет рычаг, пока едет, и люк откроется. Такое кажется нормальным. Так, понятно. Повернуть руль плохо. А в первом случае, если вы водитель, то нормально. То дело в том, что в первом случае, когда ведешь вагонетку, ты сам участник ситуации, а во втором только наблюдатель. Вот как. Вам решать, вмешаться ли, столкнув толстяка. Давайте ненадолго забудем про проблему вагонетки. С ней понятно. Представим себе другой случай. Вы врач в отделении на скорой. Доставили шесть пациент, которые попали в страшную аварию с вагонеткой. Пятеро получили не самые серьезные травмы. Один сильно пострадал. Что бы вы сделали? Весь день выхаживали бы тяжело раненого, рискуя жизнью остальных пятерых? Или предпочли бы вылечить пятерых, зная, что пациент с тяжелыми травмами за это время скончается? Кто спас бы пятерых на месте врача? Кто решил бы спасать одного? Мало кто из вас. Всего несколько рук. Полагаю, логика та же. Пять жизней против одной. Представьте, вам нужно сделать другой выбор. У вас пять пациентов, и каждому из них отчаянно нужен орган для трансплантации, иначе смерть. одному сердце, другому легкое, третьему почка, четвертому печень, пятому поджелудочное. А доноров у вас нет. Скоро эти люди умрут у вас на глазах, и вдруг вы понимаете, что в соседний кабинет на обычный осмотр пришел здоровый человек. О! Нравится задачка? Он прилег вздремнуть. И в принципе вы можете тихонько вырезать у него все, что нужно. Убить одного ради спасения пятерых. Кто из вас решится? Никто? Ну же, поднимите руки, если бы так сделали. На балконе есть такие? Вы, например? Осторожнее, не перегибайтесь так. А кто не стал бы? Ясно. Что вы нам скажете, человек с балкона, который готов вырезать органы? Как так? Вообще, мне в голову пришла немного другая идея. Возможно, неплохо было бы, когда кто-то из пяти пациентов умрет, использовать его органы для пересадки, чтобы спасти остальных. Очень не дурная идея. Просто отличная. Вот только вы испортили всю философскую дилемму. Давайте отвлечемся от задачек и дискуссий и сделаем пару интересных наблюдений о том, как вы защищали свою точку зрения. Из наших обсуждений уже начали вырисовываться некие моральные принципы. И давайте разберемся, каковы они. Первое, с чем мы столкнулись, мы выводим, будет ли правильно какое-либо действие с моральной точки зрения, исходя из того, какое оно даст результат. И если кто-то все равно умрет, так лучше не пять человек, а один. Это пример консеквенциального подхода. мораль в этом случае приемлемость поступка выводится из его последствий. В этом случае вы думаете о том, что получится в итоге. Но потом, как мы увидели из оценки других ситуаций, вы отошли от этого принципа. Некие обстоятельства заставили вас сомневаться. Например, вопрос о том, стоит ли толкать с моста человека или вырезать у пациента органы. Вы начали задумываться не о результате, а о внутренней сути самого потенциального поступка. В общем, последствия последствиями, вы принципиально отказывались. Вам казалось неприемлемым, притом категорически, убивать постороннего человека, невинного пациента. Даже если вы могли бы спасти больше людей, по крайней мере, большинство из вас. Во втором варианте задачи изменили свое мнение. Это приводит нас ко второму категорическому способу оценить, насколько допустимо действие. Суждения о морали могут иметь безусловный, категорический характер, требовать соответствия неким абсолютным представлением вне зависимости от последствий. На наших встречах мы будем обсуждать разницу между этими подходами, консеквенциальным и категорическим. Ярким примером первого может служить утилитаризм, учение Иеремии Бентома, британского философа 18 века. Самый важный представитель второго подхода немецкий философ 18 века Эммануил Кант. Мы рассмотрим оба варианта оценки поступков с точки зрения морали, а также коснемся других. По программе курса нам нужно будет прочитать несколько замечательных известных книг. Там есть труды Аристотеля, Джона Лока, Канта, Джона Стюарта Милле и других. Однако мы будем не только читать эти книги, но и рассматривать современные политические и юридические проблемы, которые затрагивают философские вопросы. Мы обсудим равенство и неравенство, позитивную дискриминацию, свободу слова и хейт-спич, однополые браки, призыв в армию, целый спектр актуальных вопросов. Зачем? Чтобы не только разобраться в старых, далеких от нас текстах, но и понять, в чем суть важных проблем вашей личной и политической жизни для философии. Итак, мы прочтем эти книги, обсудим все эти вопросы и разберемся, как они затрагивают и оттеняют друг друга. Возможно, вам нравится эта идея, но я обязан вас кое о чем предупредить. Дело в том, что чтение этих книг таким образом с попыткой осознания, рефлексии связано с определенными рисками, как в личном, так и в политическом плане. Каждому студенту, кто изучал политическую философию, они знакомы. Опасность проистекает из того, что философия учит нас и выбивает из равновесия тем, что мы знаем и без нее. Иронично и одновременно сложно. Наш курс состоит из того, что вы уже знаете. Мы будем брать то, что известно нам по знакомым однозначным ситуациям и выворачивать наизнанку. Этим мы занимались в задачках, на гипотетических примерах, которые мы разбирали со смесью юмора и серьезности. Также работают и книги по философии. Философия отделяет нас от знакомого, но не давая новую информацию, а предлагая взглянуть с непривычной точки зрения. И мы рискуем, повертев мир в руках, никогда не увидеть его прежним. самопознание как потерянная невинность. И здесь не важно, беспокоит вас это или нет, обратного пути не будет. Оттого это предприятие не может быть легким, но и не может наскучить. Философия морали и политики это история, итог которой неизвестен, и при том это история о вас. Но то личные риски. Что до политических? Я бы мог с самого начала нашего курса пообещать вам, что лекции, построенные на книгах, и обсуждение актуальных проблем сделают вас более ответственными гражданами. Вы изучите предпосылки государственной политики, отточите суждения, более продуманно включитесь в общественно-политический процесс. Но это было далеко не все, да и не совсем правда. По большей части политическая философия работает иначе. Допустите, что напротив, политическая философия подорвет вашу гражданскую позицию, а не укрепит ее. Хотя возможно, что это только на время. Все потому, что философия это отчуждающее и отчасти даже разрушающее занятие. Вспомните хотя бы Сократа. У Платона есть диалог Горгий, в котором друг Сократа, Каликл, пытается уговорить его бросить философствование. Он говорит ему, разумеется, есть своя прелесть и у философии, если заниматься ею умеренно и в молодом возрасте, но стоит задержаться на ней дольше, чем следует, и она погибель для человека. Послушай моего совета, говорит Каликл, прекрати свои изобличения, обратись к благозвучию дел, не с тех бери пример, кто копается в мелочах, опровергая друг друга, но с тех, кто владеет богатством, славою и многими иными благами. По сути, Каликл советует Сократу бросить философствовать, спуститься на землю, получить хорошее образование. И он не то, чтобы не прав, ведь философия отрывает нас от принятого, от устоявшихся положений и популярных убеждений. Итак, вот риски, личные и политические. А если есть еще какая-то опасность, я бы сказал, что это увертливость, имя ей скептицизм. Эта идея... Ну, смотрите, в чем дело. Мы не решили раз и навсегда как поступить в гипотетических примерах и не выбрали принципы решения. А если Аристотель, Лок, Кант и Миль не решили эти вопросы за столько лет, то кто мы такие, чтобы думать, что мы в этом зале их решим всего лишь за несколько лекций? Так что, возможно, суть только в том, чтобы каждый выработал собственные принципы, а больше нечего об этом говорить. Нет универсального ключа. Вот он, наш скептицизм. Вот что я хотел бы ему ответить. Верно, все эти вопросы обсуждаются уже очень и очень долго. Но, возможно, они вновь и вновь возникают и не дают нам покоя. Потому что, с одной стороны, на них невозможно ответить, а с другой, невозможно их избежать. Они постоянно с нами. И, значит, отвечать на них приходится нам с вами снова и снова каждый день. Так вот, скептик, наверное, вскинул бы руки и бросил все эти рассуждения, раз решений нет. Эммануил Кант неплохо описал проблему подобного подхода. Скептицизм есть привал для человеческого разума, где он может обдумать свое догматическое странствие, но это вовсе не место для постоянного пребывания. Кант считал, что, позволив себе поддаться скептицизму, мы никогда не сможем побороть метание разума. Итак, всем этим я попытался раскрыть для вас некоторые риски и соблазны, подводные камни и открывающиеся возможности. Но я мог просто сказать, что в течение курса хочу пробудить метание вашего разума и посмотреть, куда это нас заведет. Большое вам спасибо. Если такое случится, то придется делать все, лишь бы выжить. Все, что угодно, только чтобы выжить? Да, иногда приходится решать именно так. Когда 19 дней подряд нет ни крошки, кому-то придется жертвовать собой, придется пойти на крайние меры, чтобы остальные выжили. Понятно, хорошо. Как вас зовут? Маркус. Маркус. Что вы ответите Маркусу? В прошлый раз мы начали с задач, с моральных дилемм. Мы обсуждали вагонетки и врача, который мог вырезать у спящего пациента органы для пересадки. Мы заметили пару интересных вещей о наших допыдах. Одна о том, как мы подходили к аргументации. Мы начали обсуждать гипотетические случаи и старались проговорить, какими принципами мы руководствовались. А затем, когда условия менялись, оказалось, что мы переосмысливаем эти принципы в новых обстоятельствах. К тому же мы столкнулись с желанием увязать свое суждение в ситуации с теми общими принципами, которые мы позднее озвучивали. А еще мы отметили кое-что о сути аргументов, которые возникли в ходе разговора. Иногда, как мы увидели, нам хочется объяснить допустимость поступка его последствиями, результатом, итогом всей ситуации. Мы назвали это консеквенциальным подходом. Но еще выяснилось, что в некоторых ситуациях нам недостаточно одного только результата. Важен, по мнению многих, не только итог, но и некая сущность поступка может определять, насколько он морально допустим. Некоторые сочли, что кое-что категорически не может быть правильным, даже если приведет к положительному итогу, даже если пятерых спасет смерть одного. И мы решили, что есть некие безусловные, категорические моральные принципы. Сегодня и на следующих встречах мы начнем разбирать самую значительную версию, консеквенциальную теорию морали, философию утилитаризма. Иеремия Бентам, британский философ 18 века, дал первое и наиболее ясное систематическое описание утилитаристской этики. Его основная идея что лежит в основе очень проста и интуитивно приятна с точки зрения морали. Ее суть заключается в следующем правильно и справедливо поступать так, чтобы умножать общее счастье. Что он под этим подразумевал? перевес удовольствий по сравнению с болью. Больше счастья, меньше страданий. И вот как он пришел к этой идее, идее увеличивать пользу. Для начала он заметил, что всеми нами, людьми, управляют два великих государя, боль и удовольствия. Все мы любим второе и не любим первое. И поэтому в основе морали неважно, идет речь о нашей личной жизни или мы в качестве законодателей и граждан обдумываем законы, в основе морали должно неизменно лежать стремление увеличить личное или общественное счастье, уровень довольства. Принцип наибольшего счастья наибольшего числа индивидуумов. Часто так это называют. Теперь, когда мы узнали об этом принципе, давайте попробуем применить его на конкретном случае. Для примера возьмем на этот раз реальную историю, а не гипотетическую. Судебное дело Королева против Дадли и Стивенса. Происходил процесс в 19 веке в Британии. Его до сих пор обсуждают со студентами-юристами. Итак, вот что было. Я вкратце перескажу историю, а потом хотелось бы услышать, что бы вы решили, будь вы присяжными. Это статья из газеты того времени, где описано дело. Мы не слышали история печальнее той, что поведали выжившие с борта яхты Резида. Судно затонуло в Южной Атлантике, в 20 тысячах километров от суши. Плыли на нем четверо. Капитан Дадли, его первый помощник Стивенс, матрос Брукс, люди выдающихся личных качеств, ну или так говорит автор статьи. Четвертым был Юнга, 17-летний юноша Ричард Паркер. Он остался сиротой, не имел семьи и в тот раз впервые надолго вышел в море. Друзья, сообщает газета, пытались отговорить его от путешествия. Паркер же поехал в светлой надежде, что оно сделает из него настоящего мужчину. Увы, этого не случилось. Разыгрался шторм, судно накрыло волной и Резида ушла на дно. Четыре пассажира успели сесть в шлюпку, прихватив с собой лишь две банки консервированных репок. Воды не было. Первые трое суток они не ели. На четвертый день открыли банку репок и съели. На следующий день изловили черепаху и вместе со второй банкой овощей она обеспечила их питанием еще ненадолго, а потом целых восемь дней они провели без еды и воды. Представьте себя в такой ситуации. Что бы вы делали? Они вот что. Юнга лежал на дне спасательной лодки. Он занимок от того, что он опился морской воды против совета товарищей. Заболел и казалось, что скоро умрет. На девятнадцатый день капитан Дадли предложил тянуть жребий. Жребий должен был решить, кто из них умрет ради остальных. Брукс отказался. Ему совсем не понравилась эта идея. Нам неизвестно, по какой причине. Не хотел рисковать собой или считал это категорически неправильным подходом. Жребия не было. На следующий день снова нигде не появилась корабля, и Дадли попросил Брукса отвернуться, а жестом объяснил Стивенсу, что юного Паркера нужно убить. Дадли прочел молитву. Он сказал ослабевшему юноше, что пришел его час, и пронзил его еремную вену своим ножом. Брукс откинул протесты совести и присоединился к печальной трапезе. Четыре дня трое в лодке питались телом и кровью юноши. Так все и было. А потом их спасли. Дадли ужасающе эвфемистично описал этот момент в своем журнале. Цитата «На двадцать четвертый день, когда мы были заняты завтраком?» Наконец появился корабль. Немецкое судно подняло на борт троих выживших, их доставили в порт британского Фалмута, арестовали и отправили под суд. Брукс выступал свидетелем. Дадли и Стивенс предстали перед судом, факты они не оспаривали, но настаивали, что действовали по необходимости, оправдывались так. «Лучше погибнуть одному, если этим спасутся трое». Обвинителя эти доводы ничуть не убедили. Он говорил, что убийство есть убийство, и заседания состоялись. Допустим, вы присяжные. Для простоты обсуждений оставим в сторону закон. Предположим, что ваша задача решить, можно ли считать действия Дадли и Стивенса оправданными. Кто согласен, что они невиновны, что они не пошли против нравственности? А кто бы сказал, что их поступок противоречит морали? Заметное большинство. Что ж, давайте послушаем почему, и позвольте начать с тех, кто оказался в меньшинстве. Сначала те, кто готов защищать Дадли и Стивенса. Почему вы оправдываете их поступок? Объясните свое мнение. Да? Я бы не сказал, что это морально неприемлемо, но для меня есть разница между морально отвратительным и виной перед законом. Иначе говоря, не всегда морально верный поступок нарушает закон. Я не считаю, что необходимость оправдывает убийства или другие преступления, но в какой-то момент степень нужды и правда избавляет вас от вины. Хорошо. Кто согласен? Кто думает также есть ли моральное оправдание их поступку? Да? Спасибо. Если такое случится, то придется сделать все, лишь бы выжить. Все, что угодно, только чтобы выжить? Да, иногда приходится решать. Именно. Когда 19 дней подряд нет ни крошки, кому-то придется жертвовать собой, пойти на крайние меры, чтобы остальные выжили. И если они выживут, допустим, у них все хорошо, то они смогут стать достойными членами общества, которые вернутся домой, откроют миллион благотворительных организаций, всего такого. Смогут помочь много кому. В смысле, эти-то я не знаю, чем занимались потом. Может, они, конечно, дальше пошли убивать или еще что? Что? А что, если они вернулись и стали наемными убийцами? Что, если они решили стать наемными убийцами? Ну да. Все бы зависело от того, кого они убили. Ну да, это верно. Верно. Было бы интересно, кого они убили. Хорошо. А как вас зовут? Маркус. Маркус. Итак, мы выслушали мнение защитников Дадли. Теперь послушаем тех, кто не согласен. Большинство из вас их осуждают. Почему? Да? Я сразу подумала, что, может быть, если им очень уж долго нечего было есть, то, возможно, это повлияло на состояние их рассудка. Может, они были не совсем в своем уме, что их как бы оправдывает. И если они плохо заображали, то могли принимать решения, которые в противном случае не приняли бы. И если это уместный аргумент, пошатнувшийся рассудок как бы толкает на подобное решение, и кому-то он кажется убедительным, думает ли кто-то, что это нормальное оправдание? Ну, мне интересно, как вы считаете? Вы их защищаете. Извиняюсь, осуждаете, так? Да, я думаю, они поступили неприемлемым образом. А почему нет? Объясните. Маркус, например, их оправдывает. Он сказал... Ну, вы сами все слышали. Да, слышала. Он говорил, что в таких ситуациях приходится решаться. Да. Что вы ответите Маркусу? Ну, они... У них не было такой ситуации. Нет обстоятельств, которые бы позволили людям брать чужую судьбу в свои руки и решать, жить другому человеку или нет. Нельзя так делать. Хорошо, ясно. Спасибо. А как вас зовут? Брит. Брит? Хорошо. Кто еще? Что вы скажете? Встаньте. А Дадли и Стивенс не спрашивали у Ричарда Паркера, согласен ли он ну, умереть за них. И если бы спросили это, сняло бы это в них вино за убийство? И можно ли было бы тогда их оправдать? Интересно. Итак, у нас появилась идея согласия. Как вас зовут? Кейтлин. Кейтлин. Предположим, спросили, как тогда это выглядело бы. Стоит Дадли над Паркером с ножиком в руке и перед молитвой или вместо спрашивает «Парень, ничего, если я... мы проголодались, сил нет». То, о чем говорил Маркус. Есть хотим ужасно, а ты все равно долго не протянешь. Да, пострадай ради дела. Станешь мучеником. Как тебе, а, Паркер? Тогда вы думаете, с моральной точки зрения они были бы правы? Паркер, например, тоже не в своем уме соглашается? Не думаю, что были бы правы, просто интересно. То есть даже и тогда, и тогда они не правы? Нет. Вы думаете, даже согласие жертвы не оправдало бы их поступка? А есть те, кто подхватит высказанную Китлин мысль о согласии, и те, кто считает, что в этом случае никто не пошел бы против морали. Поднимайте руки, посмотрим. Очень любопытно. Почему согласие меняет вашу оценку? Почему? Да? Мне кажется, если бы Паркер сам предложил это, если бы идея была его, вот тогда сложилась бы единственная ситуация, в которой его убийство можно было бы оправдать. Потому что в этом случае нельзя было бы заподозрить, что его заставили, вроде как три на одного или сколько их было. Ага. И мне кажется, если бы он решил пожертвовать собой ради остальных, если бы это исходило от него самого, многих бы это восхитило, хотя кому-то и не понравилось бы его решение. Итак, если бы Паркер сам предложил, это был бы единственный морально приемлемый вариант его согласия. В других случаях он бы просто сдался под давлением обстоятельств. Так ведь? А кто считает, что убийство юноши с его согласия никак не оправдало бы капитана? Кто так думает? Да? Слушаем ваше мнение? Паркера убили в надежде на то, что остальных членов экипажа найдут и спасут, так что никакой реальной причины его убивать не было. Неизвестно, ведь спасут их или нет. А если нет, то он бы умер просто так. И что же убивать их по одному, пока кто-нибудь их не подберет? Кто-то же и сам по себе умрет. Ну, с моральной точки зрения логика примерно такая. Они могли бы выбирать самого слабого, например, одного за другим до тех пор, пока их не спасут, и хорошо, если до этого доживут целых трое. Так вот, если бы Паркер согласился пожертвовать собой, то все нормально или все-таки нет? Нет, я думаю, что нет. Можете пояснить, почему так? Но в первую очередь я считаю, что каннибализм оправдать нельзя. Ни при каких обстоятельствах. То есть вы категорически против каннибализма, даже при условии, что они дождались, пока он умрет. Это все равно неприемлемо? Лично у меня да. Мне кажется, это вопрос нравственности каждого отдельного человека. Это только мое мнение, но, конечно, я понимаю, что многие не согласятся. Давайте проверим, послушаем их возражения и увидим, смогут ли они вас переубедить. Попробуем. Итак, кто из тех, кого увлекла эта идея согласия, может объяснить, почему для вас этот аспект имеет моральное значение? и сошла бы жеребьевка в качестве согласия? Если помните, Дадли предложил тянуть жеребий. Если бы все согласились, было бы это было бы справедливо и правильно. Скажем, не повезло тому же юнге, а дальше его убили и съели. Это был бы морально приемлемый вариант. Жеребий в этой ситуации вам нравится больше. Теперь я спрошу тех, для кого жеребьевка морально приемлема. Почему так? По-моему, главный компонент преступления в том, что эти люди почему-то вдруг решили, что их жизнь важнее, чем его. Ведь это же суть любого преступления. Что-то вроде «Моя жизнь, мои желания и нужды важнее твоих». Они на первом месте. А если бы все тянули жеребий и любой мог бы умереть, каждый как бы согласился отдать жизнь за других. Тогда было бы нормально? Звучит диковато, но... Но морально приемлемо? Да. Как вас зовут? Мэтт. То есть, по-вашему, Мэтт, вас беспокоит не акт каннибализма, а неправильный подход? Ну, можно и так сказать, да. Ясно. Единомышленники Мэтта, распространите мысль о том, почему жеребий на ваш взгляд был бы морально допустим. Слушаю. Насколько я поняла, проблема заключалась в том, что с этим пареньком никто не обсуждал. Произойдет с ним что-то или все же нет. Неясно, тянул бы он жеребий или не стал бы, но ведь дело в том, что его просто решили убить. Да, происходило все именно так. Ну вот и. Но если бы все тянули жеребий, и он бы проиграл, по-вашему, было бы нормально? Да, потому что все знают, что кому-то придется умереть, а тогда Юнга даже не знал, что велся такой разговор. Ему никто не говорил, что эй, парень, тебе недолго осталось. Хорошо, допустим, все согласились тянуть жеребий, тянут, не везет снова Юнге, а потом он передумывает. Но они же договорились, это как устное соглашение, отказаться нельзя. Все согласились, решение принято. Все знают, понимают, ради чего умрут, и знают, что если проиграет кто-то другой, то они сами же будут питаться им. Хорошо. А если он скажет, да, но проиграл-то я? Просто мне кажется, что вся проблема с моральной стороной в том, что с Юнгой ничего не обсуждалось. И самое ужасное, он понятия не имел, что вообще происходит, а если бы он об этом знал, то ситуация была бы менее спорная. Понятно, хорошо. Теперь хотелось бы, некоторые допускают такое убийство. Всего около 20%. Сторонники Маркуса были те, кто сказал, что проблема в отсутствии согласия, либо в виде жребия, либо в варианте, который предложила Кейт Линн в случае сознательной жертвы ради других. в этом случае гораздо больше людей сочли убийство Юнги оправданным. Наконец, мне хотелось бы выслушать тех, кто считает, что даже согласие или жребий, что слабое бормотание Паркера «я готов умереть» в последний момент, все равно ничего не значит. И почему убивать его было нельзя? Вы? Я все время склонялась к категорическому суждению о моральной приемлемости, но мне кажется, что есть вариант, который примирил бы меня с убийством, проигравшего в жеребьевке самоубийства, чтобы никому другому не пришлось совершать это действие. Хотя и в этом случае будет принуждение. И еще в журнале Дадли как будто даже не раскаивается. Завтракал он. Он как будто, как сказать, такое ощущение, что он вообще не ценит чужую жизнь. И из-за этого хочется занять в большей мере категорическую позицию. И книжкой в него еще запустить. За то, что не способен раскаяться или понять, что неправильно поступил. Именно. Что ж, хорошо. Есть еще. Кто так считает? Нельзя было убивать. Даже по согласию. Слушаю? Да? Мне кажется, наше общество организовано таким образом, что убийство это в любом случае убийство без каких-либо оговорок. И нет никаких причин смотреть на эту ситуацию по-другому. А теперь позвольте задать вопрос. Речь шла о трех жизнях против одной. Понятно. И это одна жизнь сироты, у которого нет семьи, нет жены и детей, которых надо кормить. А у остальных в Британии были семьи, жены и детишки. Вспомните Бентема. По его мнению, нужно учитывать наибольшее количество пользы в пересчете на всех. Нужно подсчитать общее. Сумму, трое или один. Плюс семьи, которые остались в Англии. Собственно, лондонская газета выразила распространенное мнение и пожалела Дадли и Стивенса. Если бы не любовь и забота о родных и близких, писал автор статьи, конечно же, они ни за что не решились бы на подобное. Да, но чем это отличается от упырей в подворотнях, которые тоже хотят кормить свои семьи, сомневаясь, что есть какая-то разница. В любом случае, если я прикончу вас, чтобы улучшить свое положение, это будет убийство, и так его надо воспринимать. А не переводить непонятные действия в криминальное поле, выставляя их в более серьезном свете, тут у нас одно и то же действие, а мы позволяем себе обдумывать, оправдывает ли его забота о семье. Допустим, их было не три, а три десятка, или три сотни. Одна жизнь за 300 человек, или на войне 3000, а может и больше 3000. Пусть даже так, пусть людей будет больше, все равно. Вы считаете, Бентом ошибался, говоря, что нужно оценивать наибольшее счастье? Это не так, по-вашему? Не думаю, что он был неправ, но убийство, это в любом случае убийство. Ну, значит, Бентом все же ошибался, тут либо он прав, либо вы. Значит, он неправ. Ладно, спасибо, отлично. Итак, давайте отвлечемся от нашей дискуссии и обратим внимание на то, сколько оказалось несогласных. Кое-кто оправдал Дадли необходимостью, вынужденными обстоятельствами и соображением, пусть и скрытым, что важно число. Но, как мы выяснили, при том важно еще и число людей, оставшихся дома, их домочадцев. Паркер был сиротой, по нему никто не горевал бы. Если мы суммируем всю потенциальную пользу и довольство сравним с горем, то, возможно, мы сказали бы, что Дадли и Стивенс поступили правильно. Однако не меньше трех человек предъявили разные аргументы против. Например, тут кто-то сказал, что поступок в сущности недопустим, категорически. Убийство есть убийство, и оно недопустимо даже ради счастья большинства, всего общества. Это принципиальное возражение. Остается обсудить, почему убийство категорически недопустимо. Потому ли, что у Юнги есть некие базовые права? И в этом случае из чего они проистекают, если не из неких соображений об общественном благе, счастье, пользе? Это первый вопрос. Некоторым показалось, что честный жребий исправил бы ситуацию. Это был Мэтт. И некоторые согласились. Это не совсем категорическое возражение. Это высказывание означает, что все должны быть равны, даже если любого могут принести в жертву ради общего блага. тут возникает другой вопрос, который стоит обсудить. Почему согласие на определенную процедуру, пусть и справедливую, оправдывает любой результат, которому она может привести? Это вопрос номер два. А третий проблема согласия. Ее подсказала нам Кейтлин. Если бы Юнга согласился умереть, и не под давлением, как уточнили, было бы уместно таким образом спасти остальных. Это показалось хорошим выходом очень многим из вас. Но отсюда возникает наш третий вопрос. Какую роль играет идея согласия в морали? Почему активное согласие меняет наше отношение к деянию таким образом, что убийство, неприемлемое без него, становится морально приемлемым? Чтобы попробовать ответить на эти вопросы, придется почитать философов. В следующий раз нас ждут Бентом и Джон Стюарт Милль, сторонники утилитаризма. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.